всем привет сейчас 29 июня 2014 года июня заканчивается июнь вот и в общем ну насчет квартиры у меня таких никак не блин нехи никаких хотел сказать никаких новостей нету пока ну да связано с этой ситуации вот но у меня есть насчет квартиры новость связанная с другой ситуации у нас опять заливает потолок нас у нас такой дом то что у нас периодически происходят затечки протечки потолка то более маленькие то более крупные и вот уже какое-то время как-то у нас было то что у нас залило я вам сейчас покажу вы просто охренеете это просто пипец полный и вот вчера у нас опять тоже случилось протечка причем не в одной комнате а сразу в нескольких смотрите значит вот это вот большая комната дает не моя комната это комната где была мама с бабушкой смотрите что тут сейчас я подниму наверх камеру его просто охренеете вы смотрите какой пипец это у нас было примерно пару лет назад и вот это до сих пор осталось но смотрите в чем прикол тут висит люстра и прям над люстрой прошла эта хрень вы представляете прям над люстрой а если бы она попала на люстру тогда бы все было бы замыкание все на хрена бы залило эта фигня идет по всему потолку сейчас смазывается фокус это камера блин по всему потолку идет вот вот настроилась сейчас я даже зум наверное сделаю покажу вот вчера что было вчера вот это вот фигня около самой стенки начала течь вон там видите там даже видно дырка вон видите черная а вот это вот хрень начала течь и она стекала по стенке в самый самый низ вот туда сейчас я там свет и вот как раз вот идет это вот одна комната идея идет дверь уже в мою комнату и вот она стекала по стенке сюда и вот она все а смотрите смотрите какая чернота во 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 Во! Это я наверх камеру поднимаю. Вот. И это вот опять вниз. Вот она вся. От той дырки там была опять протечка. И вот она вся-вся-вся пошла. И вот этот угол. И вот она идёт вниз-вниз. Она капала вот эти вот штучки, да, висят. Сетка вот эта. Капала вниз. Через всю вот эту штуку. Вниз-вниз-вниз всё шло. И вот сюда, и сюда, и вот тут внизу. Тут я положил, видите, полотенце. Сейчас я зум уберу. Наклон. У дома наклон. Да. Вот. Полотенце это значит угол. Вот. И прямо вот в угол это всё капало. Я сюда положил полотенце. Тут вот этот провод, это антенна для телевизора. Она идёт вот через эту дверь, да. Туда ко мне в комнату. То есть она как бы защищена. Тут ничего страшного, да. Вот. Но представляете, если бы это была проводка, например, по проводке бы потекло, всё бы замкнуло. Вот. Тут всё было в воде. Я думаю, слышу, что-то капает, не пойму. Смотрю, ни хрена себе, блин. Я сразу полотенце положил. Вот. Это было утром. Вот. В 9 утра они как раз, у них рабочий день начинается. В 9 утра я позвонил, они пришли. Вот. И когда я позвонил, мне диспетчер сказал такую фразу, то, что у нас дом под наклоном оказывается. Поэтому, да. И он всё периодически клонится и клонится. Ещё помню, когда я ещё ходил в школу, я помню, я на кухне клал шарик на пол. И он начинал сам по себе катиться. Вот. Ещё тогда было понятно то, что дом под наклоном. И сейчас мне вот диспетчер сказала. Вот. То есть это периодически всё такое, такая вот фигня происходит. И это значит вот большая комната. Вот. Потом у нас ещё затекло на кухне, я попозже тоже покажу. Вот. Но вместе с этой протечкой появилась ещё протечка. Это тоже какое-то время назад было у меня в комнате. Вот. Я сейчас тоже её покажу. Но вот это вот, конечно, полный пипец. Это прям на весь потолок идёт, прям около люстры. А на ремонт какой смысл? И прям дальше туда, да. А вот именно то, что если ты будешь делать ремонт, то всё равно потом, так как дом старый, всё равно потом всё это дело нахрен зальётся. То есть как бы вода камень точит, да. Неважно, какой ты ремонт сделаешь. Неважно, как они там заделают сами. Всё равно потом это всё прольётся заново. Опять нужно будет заново всё это делать. Вот. Сами сбежишь, скажем. Сами сбежишь. Да. Так что если вдруг, да, что-то такое произойдёт, и кто-то купит эту квартиру, то ему придётся жить на бомбе замедленного действия. Практически. Так вот мы... Воле не воли, так сам уедешь. Да, волей-неволей сам уедешь. Так, представляете, вот сейчас я вот покажу, что у меня протекло. Так вот, представляете, так вот, например, уедешь летом куда-нибудь отдыхать, на месяц, на два, приезжаешь, а у тебя тут не квартира, а Венеция. Всё в воде. Вот. И у меня тут, значит, в комнате... Ну, во-первых, у меня тут телевизор, да, на котором я всё время был, он у меня сломался. И он стал периодически выключаться сам. И это нужно сдавать в ремонт. А так как телевизор очень старый, я думал, лучше новый купить, но когда я новый куплю, неизвестно. Поэтому я пересел на старый монитор. 4 на 3. Этот монитор у меня, кстати, с 2004 года до сих пор работает. Вот. На нём очень хорошее, чёткое качество. Вот. Ну, конечно, он маленький, 17 дюймов всего. Этот телевизор 32. Вот. Ну, всё равно. Вот. Я не знаю, пока телевизор куплю. В общем, пока я пересел, поэтому я пока, кто там ждёт видео на Соньке, я пока на Соньке не играю, потому что телевизор не работает. Вот. И вот, значит, где я тут сижу, да, и прямо надо мной... Вот. Очередная полоска. Это было не вчера, а это было какое-то время назад. Просто я сейчас вот её тоже покажу, потому что может она опять снова протечь, как... Ну, снова получится такое, да. Вот. Значит, прямо надо мной, где я сижу, вот она идёт... О! Вот она. Это центр как бы, да. Ну, это не совсем центр комнаты. Это чуть ближе к окну, если, да. Вот. И вот она, значит, сейчас настроится. Вот она идёт. Вот она вот так вот идёт. И она идёт влево, 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 вон туда, в угол. Это угол, и там стенка. И там дальше соседи находятся. Вот. У них тоже как-то заливало. Вот они вызывали, и, видимо, вот эта вот протечка, это оттуда и осталось. Вот. И причём это я не знаю, я не видел сам лично. То есть там в комнате в большой я видел сам лично, как она заливала, да. Вот. А это я не видел. Вот. И тут позже, когда я уже посмотрел, тут вот в углу, где она текла, видите, там даже дырка. И вот тут обои, и тут уже стенка идёт. Я не знаю, как. Вот, видите, тут видно даже подтёки. То есть она, вода вот эта, она потихоньку начинала стекать по обоим вниз по стене. Вот. Вот эти вот подтёки ведут. Тут раньше часы висели. Вниз, вниз. Вот. Тут дальше эти подтёки идут. Вот она вниз, вниз. И вот дальше-то тут мой ковёр, да. Вот. И этот ковёр, он опускается вниз, прямо до моего стола. Вот. Стол с компьютером, прямо вниз. То есть, вот эта вся вода, она из этого угла текла вниз. Вот эти подтёки до сих пор видны. Не знаю, где она остановилась. Или в обоих, или в ковре. Но фигня в том, то что если вниз в самой опуститься, то есть это вот мы имеем в виду ковёр, да. Дальше внизу. Сейчас вот кресло, на котором я сижу. Дальше тут мой стол. Дальше вниз туда. Это рассыпалось, надо будет поднять. Если в самый низ опуститься, то тут розетка. О! То есть, вы представляете, что бы могло получиться? Эта вода могла бы вся бы дотечь в самый низ, попала бы на розетку, и мне бы всё нахрен переклюнило. У меня бы не было бы ни компьютера, у меня бы не было бы ничего, всё бы нахрен бы залило. Вот. Вот чем бы всё и закончилось. Но это как бы такая розетка, тут просто тупо провода из стены торчат. Это, по-моему, дед ещё сделал много-много лет назад. Вот. Периодически её, видите, тут изолентой обматывали. То есть, это не розетка, это просто, мне даже спрашивали, это, ты чё, Толя, можешь же в любой момент всё рвануть. А вот так как, ну, живёшь, рискуешь, собственно. Риск, жить, жить это риск, сам по себе, собственно, вот. Тем более, вот видите, в таких условиях, вот я даже вижу, что тут, видите, даже тут видно потёк, то есть, вода, получается, что уже досюда дошла, но каким-то чудом она не попала сюда. Видимо, эти провода, видите, даже уже получается, что есть вода, досюда даже доходила. Это же просто ужас какой-то. Вот. То есть, это, видите, провод идёт, и он дальше идёт, дальше туда, и там идёт у нас дальше, значит, этот самый, ну, розетка, собственно, моя, куда подключён компьютер и всё остальное. Вот. То есть, это такая вот фигня. Это у меня в комнате. Дальше ещё пойдём на кухню. На кухне это тоже было вчера. Вот. Машины, например, залили соседей, они платили. А это бесплатный ремонт. И какой смысл? Не верно. Мы сейчас на кухне. Вот. И, значит, на кухне тут у нас чего? Вот тут-то, видите, стоит. Значит, мама, типа, рассказывает, она тут плита, она, типа, у плиты что-то готовила-готовила, вдруг смотрит, капает. А касса это и на кухне тоже, блин, протекло. Короче, вся квартира, нахрен, Венеция теперь. Вот. И тут наверху, вот, тоже тут лампа. И вот тут видно, опять же, сейчас фокус, что-то он не настраивается. Вот. Вот лампа. И когда я поднимаю, почему фокус сбивает? Во, смотрите, во, видите, какие следы? Вот. И это всё нахрен тоже капало вниз. То есть, тоже получается, то же самое получается, тоже середина комнаты, и тоже лампа. То есть, как бы, оно протекает как-то вот в таких вот, в определённых местах, получается. Вот. Но у меня там не середина, там чуть ближе к окну, но всё равно, тоже, в принципе, место недалеко. Вот. То есть, такая вот у нас херня. Вот. Ну я повнимательнее ещё весь потолок во всех комнатах посмотрел, но пока вроде ничего такого нет. Но я каждый день буду смотреть. Если что, я сразу, короче, буду звонить, чтобы сразу прибегали. Ну что, я, например, позвонил, это было сколько? Полдевятого, что ли? А у них с девяти начинается рабочий день. Тут тоже, видите, какая дырка всё, короче, может протечь тоже. Вот. У них рабочий день начинается с девяти часов, то есть, он подошёл где-то полдесятого. Вот. Ну, взошёл, посмотрел, ага, сейчас сделаем, и ушёл. Потом на кухне ещё затекло, пришлось ещё раз звонить. Вот. И это значит, что вот таз тут стоит. Что-то, я не знаю, фокус как-то сбивается. Вот. Так что, вот такая вот протечка. Вот. Так что, если кто-то вдруг когда-нибудь купит, то он будет тут плавать. Вот. Так, всё, вроде больше нигде нет, да, ни в потолке, нигде, ни в туалете, нигде. Пока, по крайней мере. О. Ну вот, всё, наверное, да, наверное, всё вроде снял. Так что, если ещё что, будут какие-нибудь новости, там, что я, то обязательно видео тогда сниму, расскажу. Вот. Ну вот, да, у меня, кстати, друг есть в Израиле, он меня приглашает к себе, вот, я сделаю загранпаспорт, соберу документы и поеду к нему. Вот. Ну, это ближайшие просто планы, я говорю, да. Ну, так же, например, я уеду, да, от приеду, тут, короче, всё нахрен протекло. Вот. Так что, это у меня, в принципе, в планах есть. Вот. Ну, знаете, наверное, мои подписчики, кто у меня живёт, то, что у меня, кто у меня живёт, кто смотрит меня, то, что у меня есть друг из Израиля. Вот. Я могу к нему приехать. Вот. Ну, нужно будет собрать документы, там, определённые деньги, там, вещи, ну, это понятно. вот. У меня в планах есть такое, вот. Так что. Вот. А у нас тут Кузя, хомяк. Ну, ладно, это, короче, к теме видео не относится. Вот. я не знаю, поеду один, да, и с мамой, наверное. Вот. Посмотрим. Вот. Может быть, даже с мамой, не знаю. Ну, что, не знаю, если тут будет протечка, то как? Как мы вдвоём-то уедем? Если мы уедем вдвоём, приедем, а тут всё протекло, нахрен, весь потолок протекло. У нас выгоняют, мы печь соберём и поднимем. А, и на этом я иду. Так мы можем просто поехать, да, как туристы, там, на месяц, на два. А если вообще, ну, получится так, что квартиру продадут, нас, короче, выгонят, то мы тогда и вообще нафиг уедем туда, и всё, в Израиле, всё. Вот. Так что, ладно. Ну, это посмотрим ещё. Такие планы. Ну, как бы, запасной вариант такой, так сказать, да? Вот. Ну, ладно, всем тогда счастливо. Я, видите, я с просонью только проснулся, то есть, как бы, утром, когда это всё заливало, я вызвал мастера, он пришёл, всё это дело заделал, я спокойно лёг спать, а сейчас я просыпаюсь вечером, и оказывается, то, что ещё появилась протечка, пока я спал, а мама уже проснулась. Вот. Такая вот история. Ладно, всем счастливо. Желаю вам, чтобы у вас было всё хорошо, не такой фигни, чтобы у вас не было. Вот. Ну, всё, счастливо. Пока, до встречи.